Кадакан представляет Номуруто Дахиру Чемпион Олимпийских игр в Атланте 1996 Чемпион Олимпийских игр в Сиднее 2000 Чемпион Олимпийских игр в Афинах 2004 Япон Сойенаги Мой коронный прием Сойенаги вправо Однако я также успешно использую Япон Сойенаги влево В классической стойке я не могу выполнить эту технику Пока мой соперник контролирует захват за отворот Поэтому я начинаю прием, пока мой соперник не взял захват А в случае асимметричного захвата я начинаю в таком положении У меня есть два подхода к выполнению Япон Сойенаги Обычно я стараюсь применять Япон Сойенаги в классической стойке Но Сойенаги я предпочитаю начинать в более низкой позиции Сойенаги и Япон Сойенаги в обычной стойке Я зачастую начинаю с небольшой дистанции Я действую ногами вот таким образом Необходимо, чтобы захват за отворот был максимально подвижным Это важно для того, чтобы раскрыть подмышку соперника В ситуации асимметричного захвата я помогаю подмышке соперника раскрыться И точно так же в случае с симметричным захватом я раскрываю подмышку соперника, чтобы вставить туда свою руку Так, я блокирую руку соперника, обхватывая ее своей рукой, используя плечо Я тяну вниз, захватив за отворот, пока она не прижмется к моей груди В этом приеме очень важно правильно использовать захват за отворот Выполняю Сойенаги, я тяну соперника вверх или вывожу его из равновесия И поворачиваю свою кисть, пока не увижу ее обратную сторону В Япон Сойенаги я стараюсь использовать захват за отворот, поднимая локоть и поворачивая свою кисть, пока не увижу ее обратную сторону При таком действии рука соперника следует за моим движением, я захватываю ее Все должно быть так же и в асимметричном захвате Если я следую этому приему, то я плавно даю подмышке соперника раскрыться И затем выполняю Япон Сойенаги Этот прием не получится, если пытаться сделать бросок, не раскрыв свою и его подмышки В таком случае не получится вывести его из равновесия Этот пример неудачный Чтобы избегать подобных ошибок Очень важно поворачивать кисть, поднимая локоть в начале приема И выполняя бросок соперника вот таким хорошим действием Сбрасывая его сверху вниз Я начинаю прием так же, как Сойенаги Вначале я плотно прикладываю свой кулак к груди соперника И становлюсь прямо перед ним Как и в предыдущем приеме, твердо захваченный отворот прижимается к груди или плечу Что позволяет опрокинуть соперника через себя Я бросаю соперника, выполняя действия сверху вниз Субтитры создавал DimaTorzok Я начал заниматься дзюдо еще в детстве, когда мне было 3 года Когда я пошел в начальную школу, мой дедушка начал меня обучать дзюдо Он научил меня Сойенаги, Япон Сойенаги и Коучигари Научившись этим приемам, я в основном применял их Чтобы научиться использовать Сойенаги, мне пришлось потратить очень много времени Но это позволило развить по-настоящему особенную технику уже в студенческие годы Благодаря Сойенаги я стал чемпионом Олимпийских игр 1996 года в Атланте После Олимпиады дзюдоисты со всего мира стали меня активно изучать как профессионала этой технике Именно поэтому стало сложно продолжать побеждать, используя только ее Я стал прикладывать усилия к расширению вариантов применения других приемов В это время я обнаружил кое-что интересное Я был убежден, что Сойенаги это моя наиболее отличительная техника, с которой я в состоянии побеждать ипоном Рассматривая другие приемы, я мог сразу определить, действительно ли некоторые из них будут подходить мне Например, я знал, что Сото Гарри или Учимата могли бы стать моими коронными приемами, если бы я их много отрабатывал Но с другой стороны, это не совсем то же самое, что в случае с Содо Цурико Мегоши Неважно, как усердно я мог бы практиковать прием Содо Цурико Мегоши вряд ли стала бы моей любимой техникой В то время как Сойенаги уже продолжала ей оставаться Я рассуждал, как бросать своих соперников так, чтобы быстро добиваться оценки япон Поэтому я смог постепенно отобрать необходимые приемы Я считаю, что жизненно важно стать настоящим мастером в совершенстве, овладев хотя бы одним приемом Это занимает огромное количество времени, чтобы дорасти до уровня чемпиона Который будет побеждать на турнирах с помощью одного лишь приема С детства и до окончания школы я занимался дзюдо, не придавая этому процессу большой серьезности Но затем я изменил подход и стал более внимательно относиться к тренеров Но и это все еще не позволяло побеждать в большинстве случаев Для достижения результатов прошло немало времени Я был уже преподавателем в университете, когда принял участие в Олимпийских играх в Атланте Я весил чуть более 60 килограмм Я не мог спросить больше веса, поскольку и так был самым худым из спортсменов В то время я мог делать джим лежа в пределах 60 килограмм И у меня была слабая сила захвата, не более 40 килограмм прижать Я был довольно слабым, но когда вставал в захвате с соперниками, то понимал, что не слабее всех остальных В детстве, хотя я был довольно небольшим по физическим параметрам Но старался выполнять упражнения дзюдо и тренировался с разными партнерами, никогда не отказываясь от спарринга Занимаясь так, я думаю, что несознательно учился тому, как использовать свое тело и противодействовать соперникам наилучшим образом Когда я уже развил свою мускулатуру и физическую форму, то мог использовать их как средство достижения своих целей в технике Как владеть телом, применяя силу и вступая в поединок с соперником Использовать кисти локоть, усиливая захват и нагружая его своим весом Я продолжал овладевать всеми этими техниками, которые я предпочитал в дзюдо с тех пор, как был начинающим дзюдоистом Развив и тело, и технику в сайонаге, я смог быстрее стать хорошим спортсменом Само собой разумеется, что особенно в детстве все стараются и придают большое значение выигранным поединкам Это становится важно, выиграть поединок Но я думаю, что вместо того, чтобы преследовать сиюминутную победу Необходимо научиться управлять своим телом и другими техниками на таком уровне, чтобы быть победителем на длинной дистанции Дзюдо для меня – это жизнь внутри жизни Мое дзюдо началось в трехлетнем возрасте, когда я мог наслаждаться им по-детски Но я был довольно слабым учеником и не знал вкуса победы Когда же я стал старше, меня начали приглашать на многие соревнования И тогда я столкнулся со многими испытаниями и трудностями Но у меня осталось больше положительных, радостных эмоциональных воспоминаний, чем болезненных Это дало мне возможность развиваться Я мог расти как дзюдоист Я мог расти как личность, знакомясь со множеством людей из мира дзюдо С особым чувством благодарности я хочу с гордостью сказать, что дзюдо привело меня туда, где я остаюсь сейчас Я искренне верю, что дзюдо – это целая жизнь внутри самой жизни Послание семье дзюдо Дзюдоистам всего мира Я искренне надеюсь, что вы продолжите наслаждаться дзюдо, как когда-то в детстве Познавая обычаи и традиции дзюдо в додзё И проникаясь чувством уважения к другим людям вокруг вас Бросая их на татами Или будучи брошенными на татами ими Как во время отработки, так и во время поединка Надеюсь, вы еще сильнее полюбите дзюдо Наслаждение дзюдо и любовь к нему – это те силы, что позволят вам лучше работать над собой и над дзюдо Когда вы станете крепче и конкурентнее, будьте готовы становиться олимпийскими чемпионами Я верю, что повзрослев, вы будете дзюдоистами, которые будут обучать других добродетелям, радостям и привлекательности дзюдо Желаю каждому из вас удачи Спасибо 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 Спасибо